Всем привет! С вами Жека Борщ и это лайфхаки для работы в Мохо. Иногда персонаж построен так, что очень долго искать нужный шейп или слой. Для того, чтобы выбрать необходимый шейп или слой, зажимаем Ctrl и щелкаем правой кнопкой мыши по слою, который хотим найти. И вытекающий из него же способ с отключением заливки, чтобы добраться до спрятанного слоя. Если вы хотите создать персонажа, фон или какой-либо объект, но не хотите плодить огромное количество слоев, то вы можете нарисовать все в одном слое и отсортировать данные слои по глубине. Сортировка будет происходить путем нажатия стрелочек на клавиатуре. Стрелочка вверх для повышения иерархии, стрелочка вниз понижает. Выбираем слой, в котором вы хотите сделать анимацию шейпа по глубине, кликаем два раза, переходим на вкладку Vector и ставим галочку на пункте Animate Shade Order. И все, вы можете анимировать. Вы создали скелет и теперь хотите создать таргет. Но это долго, нужно выбрать кость, которая должна быть таргетом, запомнить ее название, выбрать кость, для которой вы хотите сделать таргет, открыть меню Bon Constraint, опуститься до пункта Таргет, выбрать кость, но это все можно сделать гораздо быстрее. Выбираем кость, для которой хотим сделать таргет. Нажимаем английскую клавишу P, зажимаем Ctrl и клеиваем левой кнопкой мыши на кость, которая должна быть таргетом. Передвигаться по таймлайну можно с помощью комбинации клавиш Alt плюс колесико мышки. В экшене можно записать любое действие, связанное с костью, будь то активация таргета или активация динамики кости. Самый очевидный лайфхак. Пользуйтесь горячими клавишами. Это ускорит процесс работы в Moho. Кстати, их вы можете найти в моей группе. Если вы создали шейп по форме определенными точками и не можете залить этот шейп, значит какие-то точки у вас не соединились. Можно, конечно, протыкать каждую точку и искать все это вручную, а можно выбрать все точки и залить контур. Выбрать инструмент Select Ship, кликнуть по заливке контура и увидеть некорректное наложение заливок друг на друга. Если вы навесили на персонажа большое количество костей и вам не охота туда-сюда мотаться, вы можете разделить экран на две части. На одной части экрана расположить кости, а на второй персонажа. Субтитры сделал DimaTorzok В первом кадре выбираешь пин кость, зажимаешь Ctrl, нажимаешь на кость и тянешь влево или вправо. Ну вот там дальше уже сам поймешь. Спасибо, что посмотрели этот ролик. С вами был Евгений Борщ. С наступающим! Субтитры сделал DimaTorzok